Всем привет, друзья, с вами Бурбон, и я продолжаю играть на проекте Diamond Server Ember. Сейчас почти что 8 утра, и у кого-то опять началась бессонница. И знаете, что самое интересное? Когда мне нужно вставать в школу, там, где-то в 7 часов, там, либо в 7.20, то я капец как не могу это сделать. Я просто, серьёзно, я готов отдать всё, чтобы не вставать с кроватки. А сегодня я проснулся где-то в 7.20 и вообще не хотел спать. Но проблема в том, что обычно, когда я иду в школу, я ложусь не так поздно. Да, сегодня я лёг на несколько часов позже относительно того, когда я ложусь спать во время учёбы. И веду я к тому, что сейчас я вообще не хочу спать. И да, если разбираться с точки зрения биологии и психологии, то это может объясниться тем, что я знаю, как-то я проснулся, что мне никуда не нужно идти, нет каких-то забот и прочее. Но серьёзно, если подумать, что, блин, казалось бы, я поспал столько же часов, даже больше, чем обычно, и не хочу спать, а в будние дни, когда я ходил в школу, это был капец. Ладно, не знаю, к чему я это рассказал. Быть может, у кого-то есть точно такая же привычка, поэтому можете написать в комментариях или поставить лайк, если вам сложно писать комменты. Так вот, ребятки, 8 часов, в принципе, решил сейчас записать серию. Два дня на канале уже не было роликов. Это связано было с тем, что, ну, опять же, один день не просто было лень делать ролик, так как уже, знаете, устал каждый день пилить летсплеи и там ещё какие-то ролики. А вчера, серьёзно, не смог, потому что дома везде у меня не было. Так вот, короче, чуваки, была инфа, что слетает АТ, но он, скорее всего, слетел. И давайте посмотрим, вчера, короче, владелец его был, сейчас бы ещё Антонио Прада, по-моему. Давайте посмотрим, кто сейчас. То есть я вчера вечером хотел его поймать, но, как я понимаю, он слетел после рестарта. Давайте-ка сейчас посмотрим, кто владелец, ведь может, он ещё и не слетел. А, ребятки, знаете, до сих пор не слетел. То есть вот владелец Антонио Прада, эта инфа была подписчика, то есть подписчик мне просто пишет в ВК, что привет, слетает АТ и показал его на карте. Это было действительно прикольно, я подъехал сюда, ждал минут, наверное, 15-20 стоял. Хотя просто я не знаю, когда они слетают. Я что-то слышал, что их опечатывают где-то, знаете, утром, а после они слетают. Но сейчас 8 часов. Потом я встретил, короче, Нео, думаю, что некоторые о нём знают, который Хонда. Он тоже приехал, у него инфа была тоже о том, что этот бизнес слетает. Но я подумал, смысл, как бы, всё равно я, скорее всего, не поймаю, да и просто я уже хотел пойти посмотреть какой-нибудь фильм. Поэтому я ушёл. Вот, АТ и слетают один. Так, вчера, кстати, домов, я помню, было 11, сейчас уже 16. Вчера, по-моему, АЗС какая-то тут слетела. Ну ладно, моя цена сейчас АТ и, кстати, я не знаю, сколько он стоит, по-моему, он стоит довольно-таки много. Я не знаю, хватит мне на него денег вообще, если он даже сейчас в Гугл слетит. Потому что у меня с собой 2 миллиона 587 тысяч. Давайте сейчас ещё из банка сниму. Кстати, ребят, в последнее время я начал замечать, что довольно-таки часто на меня кто-то регается. Это действительно приятно. Онлайн на Эмбери сейчас 70 человек, то есть, ну, это нормально. И, ребят, вы знаете, я попробую сейчас продать свою машину. Но помните, я говорил о том, что буду стараться какими-нибудь способами находить такие, знаете, проверочки, то есть, подписчиками или нет. Сегодня я хотел бы проверить даже не подписчика, а просто какого-то случайного чувака. И написать ему объявление, то есть, там, продаю премьер, всё такое. После того, как мне кто-то напишет, да, давай я куплю, какая цена. И я ему цену не такую дорогую пишу, то есть, чтобы он купил. После он приезжает, и я продаю ему машину случайно без одного нолика. То есть, скажем, я хотел продать ему за 100 тысяч и продаю ему случайно за 10 тысяч. Давайте снимем деньги, там, по 100 тысяч, по-моему, можно максимум снимать. Отлично. Так вот, я продаю ему авто за 10 тысяч и говорю, типа, ой, блин, я ошибся, извини, пожалуйста, можешь вернуть мне хотя бы что-то? И посмотрим на его реакцию. Потому что, если, опять же, давать всем через банковский счёт, ну, это уже как-то, знаете, тема прошаренная, уже все догадались об этом и не знаю. И мне хотелось бы, чтобы был именно не подписчик, а случайный человек, чтобы проверить, может ли он вернуть мне деньги за машину, либо всё-таки он обрадуется тому, что приобрёл этот автомобиль за 10к. Мне, в принципе, не жалко будет это авто, то есть, это не какой-то там турик, который продать можно с 10к и просто домарать на себя, что ты какой-то идиот. Так вот, давайте посмотрим филинг. Так, я, по-моему, бензин не закупал. За сегодня всего 516 баксов, но, в принципе, это нормально, потому что сейчас только 8 утра, то есть он онлайн маленький, поэтому не так сойдёт. Также, если я обнаружу, что этот отель слетает в ГОС, я попросту беру и сливаю свой бизнес тоже в ГОС, то есть за миллион, и беру, просто покупаю отель, потому что я бы, конечно, хотел уйти бы в плюс этой Азэски, но если не уйду, ничего страшного. Нидера Мэрии Лас-Вентураса нету, поэтому давайте, чуваки, тогда знаете, что сделаем. Подадим объявление. Так, давайте-ка сейчас ещё, знаете, что пропишем, то есть я просто не знаю, сколько он стоил в ГОС. Селкар я его могу продать за 120 тысяч, то есть можно его где-то за тысяч, наверное, 125-130 предложить, чтобы именно владелец нашёлся, а после продать ему там за 12 500, там, либо за 13 тысяч, то есть такое вот. Ну что ж, поэтому я подал сейчас объявление, мне кажется, что оно сейчас быстро обдакуется, так как особо тут очереди нету, так как играет всего лишь 70 человек, но онлайн, мне кажется, сейчас будет потихоньку расти. Так, вот, мне звонит чувак, надеюсь, это не подписчик. Так, чувак, пишите, го в казик. Нет, в казик я не пойду. Я надеюсь, что ты ван Феррари, он действительно хочет сколько хочешь. Давайте напишем 125К, вот так вот, то есть это прям вообще, по-моему, очень дёшево, то есть прям, прям вообще, просто для того, чтобы он согласился и не торговался, так как, ну, если он меня кинет, то есть за 10к, в принципе, купит мой премьер и мне не вернёт деньги, я особо не расстроюсь, потому что, ну, пусть это будет на совести другого чувака. Сейчас просто из ниоткуда появился чувак, вот этот вот скин Харада, и просто, короче, ок, всё, мы договорились. Просто несерьёзно, сейчас нужно продать авто, и, короче, как я понимаю, тот собеседник, он не хотел покупать, просто думал, что я летсплейщик. Так вот, я ему написал, что у Бурбона ник похож просто, так вот, давайте им напишем, типа, ты будешь покупать-то? Это вообще, типа, он не просто писал из-за того, что я летсплейщик, а не из-за того, что он хотел купить авто. Так вот, зачем я продаю премьер, что я спросил уме, Роман. И продаю его, потому что хотел купить её уже какой-то другой автомобиль, но не знаю пока что какой. Так вот, ты где? Я. Давайте напишем, ПДЛВ, написал хотел написать у ПДЛВ. Ну ладно, я надеюсь, что он приедет, но мне все-таки кажется, это просто подписчик, который не хотел покупать так ясно, извини за ошибки, быстро печатал просто, да ничего страшного. Поэтому, чуваки, давайте-ка сейчас, наверное, подождем того парня, если он приедет и продали бы ему за 10к мой премьер, это было бы даже за 12к, то есть из 500-125 тысяч, это получается там 12500. А потом попросили бы как раз тут банк, знаете, недалеко, попросили бы его вернуть деньги, где встретимся. Так, а у тебя есть, у тебя авто есть? Просто смысл тогда спрашивать, где был я, если потом все равно спрашивают, типа, где встретимся. Если у него авто нет, то я, в принципе, заеду за ним, а если есть, то пусть, в принципе, сюда подъедет. Ну так, чуваки, блин, если бы я поймал бы в гостот-отель, это было бы охренительно. Это, короче, помогло бы для Фомы, то есть там есть одна задумочка интересная, которую можно было бы проворачивать в этом отеле, это просто было бы вообще шикарно, да и финка была бы хорошая. Так, чувак пишет, привет, это подписчик, поэтому привет тебе большой. Смейн Шубин, вот так вот, надеюсь, чтоб правильно прочел. Да, снимай, и привет ты уже получил. И, ребят, знаете, в чем у меня сейчас проблемы с худом? При установке того худа у меня возникла проблема, и мне нужно было заново переустановить GTA-шку, но я не хотел это делать, потому что мороки очень много было, поэтому решил просто скачать худ GTA 5. И сейчас посмотрите на это, то есть, к примеру, смотрите на миникарту, видите иконку заправки? Если я поворачиваю, можно сказать, мышку, то есть, да, мы видим, что она просто перемещается, это неудобно, это серьезно неудобно, то есть она просто перемещается в разные стороны, то есть вот банк, тут показано, что он вообще сзади, хотя он вообще вон он, то есть спереди, справа. Поэтому, наверное, будет нужно мне потом худ сменить, но, опять же, это не из-за худа GTA 5, это из-за того, что тут несколько худов вместе, то есть, скажем, если мы откроем эту карту, то есть значки тут далеко не худа GTA 5. У худа, который GTA 5, у него, по-моему, значки другие, поэтому это просто примеси разных худов, получилось такое вот. Кстати, я уже законку опять почти что до сотки верну, то есть утром немного осталось, и будет сто у меня законопослушность. А так уже 50 часов из 84 на 14 уровне, это, по-моему, довольно-таки неплохо, я бы сказал, даже очень неплохо, это мой максимальный уровень в сампе, то есть, какой я смог докачать. А, кстати, ребят, напишите в комменты, какие у вас максимальные уровни были, только там не... Да у меня, наверное, 118-е было, правда, его там взломали, и доступа нету к нему, то есть, серьезно, как бы, я не буду говорить, типа, если вы там получили там 20-й уровень, что вау, ты самый крутой чувак, а если ты получил там какой-то 5-й, максимальный уровень, фу, лох, опознай, иди подписывайся от канала. Нет, просто мне будет интересно посмотреть, кто сколько играет сам, поэтому напишите, какой у вас максимальный уровень был, в принципе, на любом сервере, но, правда, без манусов, где уже с самого начала дается там 10-й левел, а на таких серверах, где нужно качаться с первого левела. Так, он пишет, я там, я его увидел на миникарте, он, по-моему, сейчас заехал немножко вот сюда, поэтому давайте-ка сейчас посмотрим. Да, вот он, Иван Феррари, и давайте-ка сейчас попробуем ему написать, типа, там, как тебе, премьер, там, что-то типа того. Он пишет, наведу тебя смотреть, блин, это подписчик, не, это, конечно, приятно, чуваки, но просто я хотел именно, чтобы премьер купил не подписчик. Ну, ладно, Бурбон, офигеть, я не думал, что так много народу меня знает, ну, ладно, короче, Рено Эндерсон, тоже большой привет. Попробуем, продадим сейчас за меньшую сумму, так, значит, 27, что там еще нужно? Так, я должен быть за рулем, хорошо. Снимаешь? Давайте напишу нет, чтобы не отпугать его, потому что если я напишу, что снимаю, он тогда, мне кажется, вернет деньги, а так мы проверим. Вот, 12500, и давайте-ка продаем. Блин, цена не может быть и меньше половины цены, фак. Так, капец, это капец, ладно. Тогда продаем примерно за столько же, так, давай без продажи номеров, потому что он сам может поставить. Блин, чуваки, это обидно. Я думал, типа, за любую стоимость можно продавать, я же ему вроде бы все правильно там написал, что 125 тысяч, так, как вы договаривались. Так, у меня машина Бурбона, отлично. Так вот, ТС продана великолепно. Он пишет, дай 5К, но это нормально, но он, поскольку я говорил, что буду давать подписчикам по 5 тысяч, поэтому держи, чувак. Вот так вот, купим себе Кловер, то есть давно у меня Кловера не было, просто на время пока что я не приобрету себе бизнес, тот, который хотел. Ну, и пока не продам свою АЗСКу и куплю себе другой, то есть уже какой-нибудь бар или ресторан, что-то типа того. Так вот, чуваки, почему не выдался мой пранк, то есть такой вот небольшой обманчик. Блин, там нужно половина стоимости, но если я бы продал ему, скажем, за 162 500, то он бы сразу понял, типа, ну, сложно ошибиться, если я хотел продать ему за 125 тысяч, а продаю за 65 тысяч. То есть, ну, как-то странно, да? И поэтому, блин, ну, это на самом деле обидно. Понятное дело, это сделана функцией для того, чтобы чуваки вот так вот не тупили, но как-то, блин, ну, сами понимаете, то есть, ааа, не получилось, не получилось. Ладно, если у меня какие-то еще идеи будут на проверку подписчиков, либо людей, именно интересные идеи, то я их устрою. Но такой вот мой небольшой пранк, он, к сожалению, провалился. Чуваки, а после мне показалось, что вторая половина была какой-то, знаете, такой вот скучной и неинтересной, сейчас такие напишут люди. Вообще-то весь ролик скучный и неинтересный, ну, не знаю. Но мне она показалась, в общем, такой вообще какой-то не такой, что ли. И я не хотел ее даже монтировать, потому что ролик получился-то большой бы, и там было много воды. Хотя, по-моему, ничего не извинилось. Ну, ладно. А во второй части я попросту купил себе Stallion, то есть, я хотел сначала взять Clover, но после подумал, Stallion стоит там не очень дорого, 25 тысяч, и действительно машина офигенная. Но взял, опять же, я его на время, потому что потом буду себе покупать, скорее всего, другой автомобиль. А также потом я попросту ждал у того отеля, пока он якобы светит, и рассказывал различные истории, которые, в принципе, возможно, я в дальнейшем и так расскажу. Просто мне показалось, что ролик получится и так слишком большим. На этом, ребята, наверное, все. Можете поставить лайк, если ролик вам понравился, показался интересным, хоть капеньку, хоть чутеньку. А на этом все, с вами был Бурбон. Всем пока.